Новое пополнение пинского пограничного отряда. Настоящие бойцы вооруженных сил Беларуси. В торжественной обстановке на плацу новобранцы воинской части приняли присягу. Солдаты выучили основные команды, научились чеканить шаг. Моменты церемонии запечатлела наша съемочная группа. В армии торжественный день новобранцы принесли присягу на верность стране и ее народу. Военная присяга – это обещание защищать свою родину, близких и те вечные ценности, которые сохраняются и передаются из поколения в поколение. Клятву произнесли 122 солдата пинского пограничного отряда. Я, гражданин Республики Беларусь, Елен Радислав Сергеевич, торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования войск и густавов и приказы командиров и начальников, принять достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. Волнительное событие в жизни тех, кто приехал поддержать своих сыновей, братьев, любимых. Родители не скрывают искренних эмоций, их в эти трогательные важные минуты переполняет чувство гордости за своих так быстро возмужавших, дорогих сердцу мужчин. Этот день, я надеюсь, наши сыновья, наши пограничники запомнят на всю жизнь, потому что именно сегодня они дали клятву на верность Родине своей и должны ее сдержать. Будем надеяться, что их служба будет легкой, интересной, полезной. Хочется пожелать им в первую очередь крепкого здоровья, хороших товарищей, ну и, конечно же, мирного неба, потому что мирное небо над головой – это не просто красивые слова, это на самом деле большое богатство. Ну а мы, родные и близкие, будем с нетерпением ждать их скорейшего возвращения. А вот сами новоиспеченные солдаты настроены решительно. Четкий строевой шаг и хорошая физическая подготовка. Как результат курса молодого бойца, новобранцы овладели новыми навыками и знаниями, изучили плац вдоль и поперек, вспоминать о доме времени уже не будет. Служба обучит премудростям нехитрого солдатского быта, не в теории, а на практике, нередко в полевых условиях. Принял военную присягу, все замечательно, нравится. В дальнейшем хочу служить кинологом, ходить с собакой по границе. Все, охранять государственную границу Республики Беларусь. Чувствовалась гордость за то, что я стал, так сказать, мужчиной. То, что я принял военную присягу, теперь я буду защищать родину, защищать границу. Что чувствует человек, когда произносит текст присяги? Текст присяги. Что он становится мужчиной. За его плечами начинается ответственность, за которую он должен служить верно и достойно своему народу. Эмоции, гордости. Я стал служить в органах пограничной службы, принял военную присягу. Все отлично. Кто вас ждет на гражданке? На гражданке? Родители, девушка. Все. Все ждут. Очень бурно, очень хорошо все прошло. Я рад, что служу в пинско-пограничном отряде. Это большая честь для меня. И очень большой долг находиться здесь, среди этих людей, среди этих офицеров, командиров. Все очень замечательно. Условия у нас хорошие. Питание отличное. Проживание супер. Нас все устраивает. Все отлично. Все хорошо. Почему пограничные войска? Все время я хотел защищать. Очень нравится. Сама служба тут. Очень много читал. И вот так получилось, что я сюда попал. Я очень этому рад. Принятие присяги. Второе после вручения оружия события в армейской жизни. Напутственная молитва на добрую службу. От священника. Кстати, служба в пограничных войсках – одна из самых престижных. Больше 40% солдат срочной службы, как правило, остаются на контракт. И в дальнейшем, получая высшее профильное образование, становятся офицерами. Они на данном моменте находятся на учебном пункте. Это предразумевается как курс молодого бойца. После обучения они будут направлены для дальнейшего проходения службы в подразделение границы. Тот, кто пойдет на должность, изъявит желание, скажем, обучаться на кинолога, будет убывать в пограничную группу города Сморгонь для дальнейшего прохождения обучения в должности кинолога. Также у нас обучаются военнослужащие, будут убывать в городе Дзержинск, там находится вторая учебная часть, для обучения водителей на категорию БЦ. После присяги как подарок первое увольнение в город, после чего военнослужащие пограничного отряда станут в строй для обороны государственных рубежей.